МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собственное жилье для многих фундаментальный фактор в жизни. Так как же решить жилищный вопрос, куда идти и что делать? Все, что нужно знать при покупке квартиры в Гомеле или Гомельском районе, мы постараемся сейчас вам разъяснить. Первое, с чем вам надо определиться, это имеете ли вы льготы на строительство жилья. При покупке жилья потенциальному дольщику необходимо знать следующие вещи. Есть строительство долевое коммерческого использования в дальнейшем и строительство, и жилье, которое строится для нуждающихся, в том числе и с государственной поддержкой. Есть необходимость обращения потенциального дольщика в ту или иную администрацию по месту жительства, в том случае, если дом декларируется со стоимостью не только коммерческой, но и все дома, которые идут для нуждающихся. Для нуждающихся строится жилье с согласно указа номер 240. Отличие между просто нуждающимися и строящимися дольщиками с согласно указом номер 240 в том, что в случае строительства по указу номер 240, дольщику необходимо получить не только справку о том, что он нуждается, а получить направление с администрацией на строительство конкретной квартиры в определенном доме. После этого дольщик обращается в ЛУК, заключает договор, обращается в банк за открытием кредитной линии, и им необходимо будет получить с администрации решение выделения им субсидий. Итак, если вы все-таки относитесь к категории нуждающихся в улучшении жилищных условий, то первое, что вам следует сделать, обратиться в местную администрацию. Здесь вы получите информацию о том, на каких условиях вы можете начать строить жилье. Для граждан, в соответствии с указом президента номер 240, состоящих на учете нуждающихся и имеющих право на получение льготного кредита, предусмотрена новая форма государственной поддержки в виде адресных субсидий государственных. Она заключается в виде погашения процентов по кредиту, выданных в любом коммерческом банке, а для отдельных категорий, например, для многодетной семьи, субсидия на погашение основного долга по кредиту. Если же гражданин состоит на учете нуждающихся, но не имеет права на получение льготного кредита, например, это молодая семья с одним ребенком, либо гражданин составом семьи один человек, то он вправе рассчитывать на улучшение жилищных условий самостоятельно за счет собственных средств, либо с привлечением банковского кредита. Что ему дает очередь граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий? То есть признание его официально таковым. Во-первых, он вправе рассчитывать на строительство квартиры в домах с ограниченной прибылью. Это право застройщика осуществляет строительство таких квартир. Там цена квадратного метра для граждан, состоящих на учете, ниже, нежели для граждан, не состоящих на учете нуждающихся. Помимо этого, он вправе рассчитывать, если банки предоставляют кредиты для граждан, состоящих на снижение процентной ставки, то есть тут надо в любом коммерческом банке интересоваться, предоставляют ли именно для состоящих на учете, но не имеющих права на получение льготного кредита. Как правило, им достаточно справки о состоянии на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выдаваемой администрацией района, либо по месту работы, заверенной администрацией района города Гомеля. Либо другое. Плюс ко всему, граждане, состоящие на учете, нуждающиеся в праве, рассчитывают на возврат подоходного налога. В случае, если они улучшают жилищные условия, именно как состоящие на учете, нуждающиеся. То есть могут улучшить самостоятельно, после они берут от нас справочку и обращаются уже по месту работы в бухгалтерию. После того, как все необходимые документы, подтверждающие вашу нуждаемость в улучшении жилищных условий, будут у вас на руках, можно идти в банк. Для того, чтобы подать документы в банк на получение кредита по указу 240, вы при себе должны иметь решение администрации о выделении субсидий, договор строительства квартиры, документы, удостоверяющие личность, то есть паспорт, а также справку о доходах за последние 3 месяца. При необходимости банк попросит у вас предоставить документы для поручителей. Если вы многодетная семья с 4 детьми, то вам поручительные не нужны. Если вы многодетная семья с 3 несовершеннолетними детьми, тогда вам при необходимости достаточно одного поручителя. Если вы иная категория граждан, то тогда поручители обязательно. В том случае, если вы не относитесь к категории нуждающихся в улучшении жилищных условий, то получить кредит на строительство квартиры вы сможете на общих основаниях. Для того, чтобы сделать заявку на кредит на общих основаниях, вы должны обратиться в банк с паспортом и со справкой о доходах за последние 3 месяца. Заявку банк может рассмотреть без заключенного договора строительства, и уже после принятого решения вы можете заключить данный договор, предоставить его в банк, и после этого заключить кредитный договор, зная, что банк вам точно выдает кредит. Стоит отметить, что на данный момент жилье для нуждающихся возводят в нескольких районах областного центра. Но как быть тем, кто не относится к этой категории граждан, но хочет обзавестись собственной квартирой? Купить квартиру в новостройке Гомеля и Гомельского района выгодно и без лишних хлопот возможно. Единый центр продаж квартир по адресу Гомель, улица Белецкого, 7. Здесь саккумулирована подробная информация о ценах и наличии квартир в новостройках по всему городу, а также Гомельскому району. В Едином центре продаж вам совершенно бесплатно предоставят достоверные сведения о новостройках, планировках квартир, условиях кредитования в банках, а также акциях от застройщиков и действующих скидках. База центра постоянно пополняется новыми строящимися объектами. За услугами по подбору недвижимости, например, покупке встроенных помещений, в центр могут обратиться и юридические лица. Специалисты Единого центра продаж продаж квартир в Гомеле прекрасно ориентируются в рынке недвижимости. Здесь вам обеспечат сопровождение всего процесса по покупке жилья. С Единым центром продаж квартир вы станете счастливым обладателем собственного жилья. Сегодня идея создания Единого центра продаж квартир, конечно, себя оправдала. И мы можем смело сказать, что он пользуется успехом. У нас очень большое количество клиентов. Это замечательная возможность прийти и в одном месте получить максимум информации о возможности построить жилье. Используя уже многолетний опыт общения с нашими людьми, хочется заострить внимание, что хоть мы и центр продаж квартир, но со вторичным жильем мы все-таки не работаем, а у людей просьбы бывают разные, в том числе и продать их квартиру, то таких услуг мы в центре не оказываем. В числе нового жилья, которое сейчас предлагается на рынке недвижимости Гомеля, 14-этажный дом по улице Павлова в советском районе города. Сейчас мы находимся на объекте, который начат возведение многоэтажный жилой дом, который будет представлен 14 этажами. Заказчиком на данном объекте выступает Гомельское областное управление капитального строительства, подрядчик, Мозырский домостроительный комбинат. Если посмотреть, то мы находимся в двухкомнатной квартире. Это будет живая комната, зал. Из особенностей непосредственно этого объекта, то мы видим достаточно высокое качество покрытия стен, что позволит в дальнейшем при эксплуатации данного помещения меньше нести затраты на его содержание. Уже сейчас установлены окна. Мы видим, что разводка системы отопления будет спрятана в полах, что также является определенным плюсом с практических эстетических качеств данного объекта. Рамотно продуманная компактность, но в то же время очень, скажем так, доступны проходы из комнаты в комнату. Видим раздельный санузел. Вот это комната, в которой будет отдельный выход на лоджию. И из таких основных плюсов данного объекта, то, что на первом этаже квартира будет иметь дополнительно отдельные входы в квартиры со стороны улицы. И как дополнение будет возможность у покупателей-дольщиков в дальнейшем использовать не только как жилье, а и по возможному коммерческому назначению. Еще один многоэтажный жилой дом появится в Советском районе в рамках уплотнения уже существующей застройки. Его возведут по Реченскому шоссе. Мы сегодня находимся на площадке, где начато возведение 11-этажного трехсекционного жилого дома. Если посмотреть по адресу, это проспект Речицкий в районе 142-го дома. Площадка выбрана на данном месте не случайно. Здесь она органично вписывается уже в существующую многоэтажную жилую застройку. Рядом в шаговой доступности находятся необходимые объекты социально-культурно-бытового назначения и достаточное количество торговых точек и павильонов. Дом планируется для строительства коммерческого назначения. Подрядчиком выступает Ромельский домостроительный комбинат, заказчик Ромельского областного управления капитального строительства. Для тех, кто мечтает жить в своем доме, большая стройка предлагает рассмотреть такой тип жилья, как таунхаусы. Он сочетает в себе удобство квартиры и коттеджа. Вот такой таунхаус на пять квартир возвело в поселке Юбилейный Укс Гомельского района. Общая площадь квартиры – 138 квадратных метров. Покупателям данного жилья предусмотрен бонус – бесплатная мансарда площадью 50 квадратных метров. Кроме того, первого покупателя квартиры в этом таунхаусе ожидает специальная цена – 890 рублей за один квадратный метр. При каждой квартире отдельный вход. Три сотки земли будет. То есть здесь будет и парковка, и зона отдыха. Здесь развитая инструктура будет. Здесь спортивные площадки. Зона отдыха большая со всеми игровыми площадками. И для детей, и для взрослых. Хоккейное и футбольное поле с искусственным покрытием. С другой стороны юбилейного поселка находится большой лес. И лес длится километров 8-10 до самой Кореневки и дальше. Здесь грибные места, чистая зона отдыха. Кстати, рядом недалеко находится центр города Гомеля. Если так брать по расстоянию, 7,5 километров до центра. Ходит транспорт городской. Сегодня программа «Большая стройка» рассказала вам обо всем, что нужно знать при покупке жилья в Гомеле или Гомельском районе. На этом мы с вами прощаемся. До встречи на стройплощадках Гомеля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова